Дорогие телезрители, мы рады приветствовать вас в программе «Непростое состояние». С вами ее ведущий Валерий Михоношин и наш постоянный эксперт Лидия Дмитриевна Нейкорс. Здравствуйте! Здравствуйте! Сегодня мы продолжаем говорить на актуальные для вас темы, касающиеся всех аспектов семейной жизни. Заветного предложения «Выходи за меня!» наверное ожидает каждая незамужняя девушка, а парень с волнением надеется на положительный ответ. Если вы уже в браке, вспомните те трепетные чувства при подготовке к свадьбе. Сколько надежд, сколько ожиданий. Почему в семейной жизни эти надежды не оправдываются? Только в Украине на сегодняшний день больше половины молодых семей разводится, и основная причина – не сошлись характерами. Что молодые люди упустили до свадьбы? Им же казалось, что они отлично подходят друг к другу. «Как узнать человека до свадьбы» – тема нашей программы. Прежде чем начать ее обсуждение, давайте посмотрим интервью. На самом деле, я считаю, что если человек твой, ты это почувствуешь, а если начинаются проблемы в отношениях, то они будут и дальше. Прожить с ним определенное время возможно. Ну, девушка, наверное, может на мать надо смотреть, в первую эфире говорят. Наверное, стоит спросить, что он любит. Например, знать, сколько ложек сахара и можно ли его… Любит ли он блинчики. Да, любит ли он блинчики. Да, это хороший вариант. Лидия Дмитриевна, вот только что был задан вопрос молодым людям в Киеве, как узнать человека до свадьбы. Вот такие ответы прозвучали. Довольно неплохие ответы. Неплохие, правда? Молодцы, особенно ребята. Все-таки молодежь как-то… Да, они очень серьезно и правильно ответили на вопрос, что посмотри его в других обстоятельствах, не только с тобой на свидание или приличной встрече, а все-таки посмотреть его в других бытовых условиях. И причем тогда, когда этот человек не думает о том, что на него смотрит и что его исследуют там как-то. То есть, естественно, его состояние, как он реагирует, какая у него интонация к старшим. Даже иногда очень важно посмотреть, как относится человек к животным, к маленьким детям, к стареньким, к бедным. Это очень важно. В таких ситуациях, когда человек не думает, что его оценивают как потенциальную невесту или жениха. Очень хорошо. Я всегда советовал друзьям, когда… Значит, как узнать человека? Пойди с ним в поход в лес с ночевкой. Возможно. Несколько человек, компания пошли и там, бытовые условия, и сразу там… И нелегкие. И нелегкие, и там сразу все наружу… Все человек покажет. Все, что человек покажет и думает, да, бывает. Очень даже хорошо, почему нет. Есть пословица из знаменитого словаря Даля. Человека узнаешь, когда с ним пуд соли ложкой расхлебаешь. Пуд соли, то есть 16 килограмм, можно съесть двоим примерно за год. То есть люди издавна считали, чтобы узнать человека, достаточно года тесного общения с ним. Сколько же нужно времени, чтобы узнать человека? Как узнавать? Эти же вопросы задают и наши зрители. Зачитаю письмо, которое пришло к нам в редакцию. Меня к вам просьба. Если можно, скажите, пожалуйста, существуют ли какие-то способы, чтобы узнать человека до свадьбы? Сколько времени нужно дружить, чтобы точно убедиться, что можно с ним решать вопрос брака? На что нужно обратить внимание во время общения? Очень мудрое письмо. Должна похвалить автора. Да? Да. Потому что эти вопросы должны быть у каждого человека, и у парня, и у девушки до брака. До брака. Да. После будет уже познавать. Первый же очень важный вопрос. Сколько нужно дружить? И вот дружить сколько? Вот они говорят, мы уже дружим 4 года. Год 3, 5, 10. Сколько же надо дружить? Да, вот именно. Вот по Далю мы должны год дружить. Путь соли съели, да? Путь соли съели, всё. То есть хотя бы год минимум, да? Да, это год минимум. Но некоторые люди так быстро расшифровывают другого человека, что может быть им немножко и меньше можно было бы дружить. Но всё равно я не советую идти к браку такими быстрыми шагами. 2-3 месяца там, да? Да, 2-3 месяца, 4, самое большое, они уже женятся. Обычно они очень глубоко ошибаются. Почему? Потому что есть какой-то минимум для того, чтобы человек раскрылся, чтобы он не был как в ракушке. И вот этот минимум – это год. Он расслабляется и проявляет себя таким, какой он есть. Это первая причина, чтобы не гнать лошадей и в первые же месяцы не говорить о том, что мы поженимся. Некоторые парни это делают, быстро решают, чтобы не ушла девушка, она им очень понравилась. И они начинают вот это вот всё, ты моя, ты со мной, я женюсь и всё. Ну там может быть потянут ещё время. Но девушка уже убедилась в том, что она его зацепила. Сколько нужно дружить? И девушки меня спрашивают, и ребята, в чём смысл этой дружбы? Вот этот вопрос более важный. В чём смысл вашей дружбы? Почему вы дружите, например, 3 года или 2, или некоторые пишут 4? Да, мы дружим. И вот можно уже мы поженимся? Меня спрашивают. Я их не вижу, не знаю, можно ли мы уже так долго дружим. Так дело в том, что качество дружбы может быть разное. И иногда мы дружим 4 года и совершенно не знаем этого человека. Друг друга не знаем, да. Просто приятное время проводим вместе, да, и всё. И вот мне нравится этот человек, просто нравится. Он так красиво ухаживает. И все 4 года красиво ухаживает. Я с ним в театр хожу, в кино, там куда-то, в ресторан. Да, там развлечения, очень приятно. Каждая встреча приятна. Но дело в том, есть критерий один, который должен определять конец этих дружеских отношений. Вот какой-то приблизительный психологический такой, точка такая. Это если мы дружим, мы не должны видеть только то, что нам нравится. Это хорошо, что нам нравится человек. Симпатичный, там поступает достойно. Дружите до тех пор, пока ваши глаза не откроются, какие у него есть недостатки. Если вы увидели недостатки, это не значит, что вы должны его отшвырнуть и всё. Потому что нет людей совершенно без недостатков. Но можно сделать некоторые действия, которые должны быть в дружбе. Например, вы увидели, что это вам показалось, например, что этот человек скуповат. И вы начинаете с ним говорить на эту тему. Если вы друзья. Его взгляды, узнать, что он в этом думает. Что он думает. А может быть, он вырос в очень бедной семье, а вы выросли в расточительной семье. Для вас тратились деньги в любом количестве. А он вырос в бедной, когда было всё скудно и всё как-то ограничено. И он привык к такому образу финансовому. Поэтому нужно как раз и поднять эту тему и посмотреть. То, что вам кажется недостатком, возможно, это достоинство человека. А возможно, это и есть недостаток. Человек не может выдержать, например, своих эмоций. Он очень вспыльчивый. Поговорите с ним на эту тему. И когда вы предложите человеку изменить этот недостаток, убрать, вы увидите реакцию. И, например, он скажет, на себя посмотри. А я тебе сразу... Да, и сразу ответ. Ага. Если в жизни случится какая-то проблема... И вот этот ответ будет... Вот этот ответ будет звучать постоянно. А вы уже в браке. Человек, да. А вы человек не хочет меняться. А вы уже его жена или её муж. И вы теперь не знаете, что с ним делать. Теперь будет второе письмо. Лидия Дмитриевна, что мне делать? После свадьбы я увидел человека вот таким и таким. А казалось, они дружили три года. И на первый же год своей совместной жизни увидели недостатки друг друга. Почему? Потому что более тисное общение. Очень трудно в дружбе увидеть все недостатки. Я не говорю об этом. Но если вы увидели несколько таких отклонений, как вам кажется, что это бы... Вот и поговорите с человеком. Если он скажет, ой, а ты знаешь, я даже не замечала за собой такого. Спасибо, что ты сказала или сказал. Давай мы попытаемся это как-то исправить. Это совсем другой вариант. И вы уже увидите, что с этим человеком можно в будущем, при определении какого-то непонятного конфликта, мы можем быстренько сесть и поговорить. Это будет сигналом для того, что вы узнали об этом человеке что-то. Не секрет, что людям свойственно надевать маски. Как узнать, каков человек на самом деле? Как удостовериться в том, что однажды он не предаст? Как вы думаете? Как удостовериться? Ну, это трудно, конечно. Мы говорили только что перед этим о том, что вот нужно внимательно смотреть и... Это хорошо. Смотреть внимательно мы должны знать, что в дружбе мы никогда не узнаем до конца человека. Потому что только семейные отношения в быту, в неурядицах, в потерях, в неудачах, вот там мы узнаем человека. Поэтому на эти вещи нужно обратить внимание и до свадьбы. Но если вы увидели это человек, значит, обязательно знайте, во время семейной жизни у нас будет полно всяких неурядиц, неудач и всего. А поэтому еще на одно нужно обратить внимание и ребятам, и девушкам. Зрелая ли это личность? Готова ли она к свадьбе, к семейной жизни? К свадьбе может быть готова, а к семейной жизни нет. Самостоятельная. Почему, говорит, любовь уничтожается или умирает в быту? Что это за любовь, которая в быту умирает? Нет. Это не любовь, это влюбленность, которая была оформлена только на гормонах. Тараканы выползают из головы, которые вот… Да, да. А дело в том, что зрелая личность – это личность, как мужчина, так и женщина, готовые к свадьбе. Как узнать, он зрелый или он не созрел еще? Первое, что умеет ли он решать конфликты? Или он просто настаивает на том, как он сказал, так и будет? Я сказал, и все так и будет, да? Да. И в дружбе так. Ну, девушка хочется иметь стену, на которой она бы уперлась. Каменную. Да. И она эту стену увидела, он сказал, она сделала, он сказал, она сделала. И рада. Она до свадьбы-то может быть рада. А потом она в эту стену-то лбом ударится. Придется. Потому что он стоит на своем, а она не расшифровала его как надо. Что это человек упрямый или гордый или авторитарный. Она должна была это до свадьбы узнать. И это можно узнать. И вот это первое. Как зрелая личность и как зрелая личность? Умеет ли он решать конфликты? Второе очень важное дело. Умеет ли он распоряжаться финансами? Он или она? И жене, и мужу это необходимо. Умеет ли он зарабатывать? То есть финансово он обеспечен? Или он живет на деньгах мамы и папы? А теперь он женится, и мама поможет. И все поможет. И машину купят родители. И квартиру. То есть девушка идет, а там в перспективе все это есть. Хоть это дают родители. Родители это такое дело недолгое. Сегодня они есть, завтра их нет. А завтра что делать? С кем будете жить? Не с родителями, а именно с этим человеком. Никто уже не даст все уже. Да, и он уже, он не умеет зарабатывать. И вот это незрелый человек, который не должен был жениться. Если он не зарабатывает и не умеет этого делать, да еще плюс не умеет распоряжаться финансами, это есть первый признак. Человек не готов к семейным отношениям. Так вот, не умеет решать конфликты, не умеет зарабатывать деньги. Нестабильный человек. Вот это и есть незрелая личность, которая еще и кроме этого, еще одно должно быть такая точечка, на которую нужно обратить внимание до свадьбы. Ведь наша тема, как узнать человека, его ответственность. Сказал, сделал. Сказал, сделал, да. На такое время сказал, обещал, пришел. Что-то думал, выполнил. Причем свои обязательства он знает и перед старшими, и перед родителями, и перед всеми людьми. И это делает то, что необходимо. Это есть признак зрелой личности. Некоторые мужчины просто жалуются, говорят, что они никак не могут понять женщин. Что женщин – это загадки, это просто головная боль. И вот письмо, которое к нам пришло сегодня, я хочу зачитать. Просто крик души. Мне 21 год. Меня очень интересует вопрос о девушках. Я не могу их понять. Иногда все хорошо, можно поговорить. А иногда одни загадки. Ты подумай, сам догадайся, прочувствуй, сам должен понять и так далее. Мне иногда это очень неприятно, и я просто теряюсь. Это так и должно быть? Или я просто тупой и не понимаю этой игры? А что будет в семье? Такие проблемы будут всегда? Может, лучше не жениться? Ну, вообще-то, можно ответить так. Если парень не знает психологию женщины, он такой темы не изучал для себя, то лучше не жениться. Все-таки вот падать с головой и ногами в пропасть, куда ты не знаешь, куда летишь, это результат будет плохой. Почему женщина вот так ведет себя, как загадка? Ты подумай, ты догадайся. Ей приятно, когда ты угадываешь, что это, она считает, что это внимательность такая, или внимание, или вот что-то такое необыкновенное к этой женщине. Человек, который... А что все внимание на ней. Да, все внимание на ней. Все угадывает. Сфокусировано. Угадывает, да. Вот женщины, это женщины делают ошибки. Женщины заставляют мужчину или парня угадывать. Догадайся сам. Вот догадайся сам, это, если есть такой синдром у женщины, то парни должны немножко остановиться и подумать. Это проблема, мы же в прошлых программах говорили о том, что мужчина – это заголовки из газет. Да. Раз, два, три. А вот эти вот загадки... Он это видит. Загадки для них – это очень сложные вещи. Остальное женщина добавляет к заголовкам. Так вот, он заголовок прочитал, а содержание никак не может понять, потому что рот уже закрылся, догадайся, мол, сам. И вот он может понасочинять совершенно не того, что вы хотели. А поэтому, если вы уже хотите, чтобы мужчина как-то предугадал что-то приятное для вас, сделайте тонкий намёк. Прекрасный такой намёк. Вы надо толстый делать намёк. Иногда толстый. Ну, есть толстые шкуры такие. Мужчины, которые не могут догадаться. Или забыли, например. Мне часто приходится отвечать на обиды женщин. У меня наша свадьба. Дата свадьбы забыл муж. Напрочь забыл. Пятилетие свадьбы, и он забыл совершенно. Вот нужно ждать этого. И от мужчины это даже не удивляться. Он забудет и свой день рождения, и ваш, и ваших детей. Эй, для него это очень большая проблема. Но если вы напомните ему красиво, например, вы спрятали записочку, что, милый, я помню, такой, и думаешь, что ты не забыл. Ох. Вот. И тогда он, вы же ему ничего не говорили, он принёсит там шикарный. Конечно же, я не забыл. Я не забыл, я всё сделал. Вы ему сердечно благодарите. И ему хорошо. И ему хорошо. И он чувствует себя полноценным человеком. Так нет же. Женщина замкнётся, не разговаривается, не может два дня. Да. Он не может понять, в чём дело. Оказывается, он не поздравил с юбилением свадьбы. Какой невнимательный. Да, какой невнимательный. Но она же выглядит очень глупо. Она... Вот мне очень нравится этот текст библейский, из притчи. Как Соломон определяет... Тридцать первая глава. Четырнадцатая глава. А, четырнадцатая глава. Первый стих. Соломон определяет умных и глупых жен. Ага. Ни мужей не трогает. Он только к женам претензий. Я что-то о сварливе только помню. А он там говорит, мудрая жена устраивает дом. Устраивает дом, да. Она всё сделает для того, чтобы был мир, чтобы напомнить наперёд, чтобы предупредить о чём-то, о какой-то неприятности, потому что помнит, что муж может это забыть. И поэтому она ему и шепнёт на ушко, и как-то покажет, и открыточку подпишет, оставит в таком месте доступном. Короче, опора и поддержка полная, да? Да. Мудрая жена устраивает дом. Но если она будет строить из себя загадку... А, там слово «разрушает» дальше потом есть, да? Глупая жена разрушит этот дом своими руками. Или устами, наверное, даже. Своими руками. Руками. Своими руками. То, что она языком это делает, это да. Но она сама это сделает. Вот что хотел Соломон сказать. Что женщина, которая ставит себя в положение загадки, непонятной, догадайся, она ставит мужчину в очень неловкое положение. Мы говорили о том, что женщины – это загадки. Их непросто понять. Хотя в этой загадочности есть и женская изюминка. Но бывает и поведение мужчин не менее загадочное. Вот, к примеру, я прочитаю письмо молодой девушки. Я дружила с парнем. И мне казалось, что это совершенный человек. Внимательный, добрый, щедрый. Подарки приносит, цветы дарит. Я была в восторге от него. Но, когда мы договорились о свадьбе, все вопросы решили, его как подменили. Цветы не приносит, подарков не видно. Я начала сильно в нем сомневаться. Стоит ли выходить замуж за него? У меня к вам вопрос. Что я сделала не так? Лидия Дмитриевна, что вы посоветуете этой девушке? Стоит ли беспокоиться из этой перемены в поведении? Стоит. Стоит побеспокоиться. Дело в том, что мужчина, многие мужчины, я не могу сказать, что все абсолютно стопроцентно, но многие мужчины по своей натуре охотники. Охотники. Да, то есть они, как видят в каждой женщине или девушке, добычу. И вот он ее добывает. Схватил и успокоился. Да. Он ее добывает вот этими подарками. Добывает. Он имеет свою цель. Покорил. Покорил, а теперь успокоился. Теперь зачем ей давать цепь? Цель достигнута. Достигнута. Да, и поэтому вот это понятие такое у мужчин, это плохое понятие, неправильное. Потому что он делает тяжелой женщине жизнь в семейном плане. Ведь она тоже будет ожидать какой-то знак внимания. Девушке он не может помочь на кухне там чистить картошку. Он ей просто приносит цветы, и это естественно что-то. Но когда они уже в семейных отношениях сошлись вместе, теперь цветы, может быть, он ей принесет и поставит. Есть такие. Но на кухне помочь что-то. Картошку не почистит. Ничего. И женщина с работы тоже пришла. Усталая. Усталая, но она теперь должна еще ужин приготовить, да и на завтрак что-то подготовить. Так он смотрит телевизор. Да, а он смотрит, он работал, он отдыхает. Женщине работать не надо. Это невнимательное отношение к другой личности. Это признак, это галочка. Здесь я бы посоветовала этой девушке просто открыто поговорить с этим человеком. Вот нет открытой беседы. Она мне пишет письмо, да? Покажите, Лидия Дмитриевна, что мне надо делать. А ведь выход простой. Вы встречаетесь с этим человеком, скажите ему открыто, но не со злобой в голосе, не надо там отрицательных эмоций, но покажите картину, как вы ее видите. Были цветы, было все. Договорились, уже ничего нет. Это что означает? Так будет дальше? И вот вам человек скажет, что он думает. А если он начнет юлить, это вам ответ. Это вам ответ, что это за человек. Может, у нее деньги закончились или что-то еще, да? Да, может быть такое, что как раз тяжелое положение финансовое. Но такой мужчина сразу скажет. Ну, может быть, ему неудобно сказать, что у него нет денег. Почему нет денег? Ведь он жениться собирается. А там дети пойдут. Что будет дальше? Тоже надо подумать. То есть эти все точечки, которые открываются нам для того, чтобы ответить на вопрос, как узнать человека до свадьбы. Вот в этом письме последнем, да, что мы прочитали, как раз открывается, что это за человек. Есть много вопросов. Почему не поговорить с этим человеком и не выяснить, что же это за человек, что я и советую этой девушке сделать. И посмотреть еще на другие какие-то моменты. Поумнеть немножко и не восхищаться только подарками, а все-таки посмотреть, как в быту этот человек это делает. Дорогие телезрители, напомню, вы смотрите программу «Непростое состояние». Продолжим после небольшой паузы. Вы смотрите программу «Непростое состояние». Все о семье и подготовке к будущей семейной жизни. Сегодня наша тема «Как узнать человека до свадьбы». Лидия Дмитриевна, есть такая пословица или поговорка, там, до свадьбы смотри в оба глаза, а после свадьбы можешь глаза закрыть. Да, и закрыть на все, и как-то уже жить. Ну, совсем закрытыми глазами жить не получится. Все равно глаза откроются, это точно. Но мы должны быть готовы к тому, что мы у этого человека, за которого вышли замуж, или муж, или жена, мы увидим что-то еще. И это не должно нас так... Что-то еще проявится все равно, да? Да, проявится обязательно. Хотя мы уже последовали вашему совету, то есть скурпулезно, серьезно с ним год или полгода ходим, смотрим, что у него плохое, там, хорошее. Ну, посмотрели. Посмотрели все, а женелись, и еще что-то вылезло, да? Да, но дело в том, что может вылезти такое, что мы не досмотрели до свадьбы. Поэтому вот эта тема наша сегодняшняя, что надо хорошо открывать глаза до этого. Тогда не получится такой ситуации, как мы с первым письмом. Девушка до свадьбы увидела что-то не то. А вот давайте посмотрим ролик на эту тему. Давайте. Отзвучал марш Мендельсона, пролетел медовый месяц, и наша героиня осталась наедине со своим мужем. И вдруг, вместо того, чтобы жить долго и счастливо, она обнаруживает, что супруг изменился, и не в лучшую сторону. Ангелина дружила со своим избранником 4 года. Было все замечательно, но после брака все изменилось. Его как подменили. Прошло всего 10 месяцев, но он уже не хочет проводить с ней время и не уделяет ей должного внимания. Она готовит для него заботиться, делает все, чтобы ему было хорошо и чтобы он чувствовал себя уютно. Но, к сожалению, Ангелина стала для него пустым местом, и часто супруга чувствует себя униженной и ненужной. Закрывается в своей комнате и плачет. Она не знает, как это изменить. Возможно, это она поступает не так, или он ее напросто разлюбил. Что девушка просмотрела в их дружбе до брака, не знает и очень нуждается в совете, как быть дальше. Прокомментируйте, пожалуйста, эту ситуацию. Я могу только сказать, что девушка до свадьбы не сделала то, о чем мы говорим во всей нашей программе. Она не очень хорошо узнала этого человека. Это ее проблема. Теперь она встретилась с этой проблемой, что человек изменился после свадьбы в худшую сторону. Но я хочу обратиться не только к женщинам, вот таким, которые страдают от этого, но и к мужчинам, которые женятся. Они должны знать золотое правило сохранения счастья семейного. Любовь, которая не проявляется, она умирает. А вот как теперь мы можем этот ролик просмотреть. Прошло небольшое такое время после свадьбы, и женщина чувствует себя никакой уже. Он с ней не разговаривает. Внимания не обращает. Внимания не обращает. Он считает, все, завоевал и кончено. Теперь она будет варить. Добыча. Да, добыча есть, и все, он доволен этим. Но любовь должна проявляться в действии. Обязательно. Любовь – это не только постель. Любовь – она не только поцелуи, а это действие. Но только розы. Это не только розы, но там есть и шипы. И вот эти шипы, типа картошки или посуду, которую надо помыть. А мусор вынести. И мусор вынести. Вот это вот те шипы, которые будут сопровождать нас в семейной жизни. И мужчины, и женщины должны понимать, что любовь, которая действует, она не обижается на то, что то не помог, это не помог. Они с любовью просят помощи и устраивают, как мудрая женщина. Я это никогда не оставлю, эту тему. Мудрая жена устраивает дом свой. Она может сделать всё. А глупый разрушает? А она разрушает глупый. Она будет дуться, ничего не говорить. И они разойдутся дальше, дальше. Ещё один вопрос, последний вопрос. Скажите, на какие проблемы в семье нужно закрывать глаза, а на какие нельзя закрывать глаза? Дело в том, что если мы говорим слово «проблема», оно непонятно что. Проблема какая-то. Ни на какую проблему не надо закрывать глаза, но реагировать на каждую проблему по-разному надо. Если это, например, проблема такая. Человек молчаливый. Он не умеет долго-много разговаривать. Он флегматик. Проблема есть. Женщине не нравится это. Она хочет, чтобы он её там... Слушал и говорил. Да, слушал и говорил. Он себя изменить не может, потому что он по темпераменту такой. Вот это проблема, на которую женщина обратила внимание и среагировала правильно. Приняла его таким, какой он есть. А есть проблемы, которые надо решить. То есть мы не умеем решать конфликты. Научитесь. Включите программы «Непростое состояние», в которых полно всяких советов, как решать проблемы. Между женой и мужем, между тёщей и свекровью, и невестками, и зетями, между подростками, и родителями. То есть умение решать конфликты. Вот эта проблема решаема, когда мы хотим измениться. Поэтому нельзя сказать, что на эту махните рукой и не обращайте внимания. Нет. Мы просто правильно должны реагировать на каждую проблему. Спасибо. Дорогие телезрители, мы надеемся, что эти советы будут для вас полезными. А главное, помните, что браки заключаются на небесах. Когда Бог руководит выбором спутника жизни, Он не ошибается. Пусть ваша воля в этом выборе совпадет с Божьей. А Бог в Своем Слове в Библии уже высказал свою волю. Он дал неоспоримый критерий нравственности свой закон. С нравственным и духовным человеком решать проблемы будет намного легче. И тогда после свадьбы не будет неожиданных раздоров и отчуждений. Счастья вам! На этом мы прощаемся с вами. Увидимся на следующей неделе. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова